хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя гене леонидович че вилюки гене леонидович в возрождении 31 05 1993 года 93 года откуда сами родом родом из сомской области полтавский район село красноборка краснодонка красногорка красногорка семья есть да дети да сколько лет 9 месяцев 9 месяцев девочка девочка да сами контрактник мобилизованный когда мобилизовали повестку вручили 29 сентября выехали мы 1 октября и в плен попали когда 6 ноября 6 ноября почти месяц были в украине а где стояли село новоселовка луганская область до мобилизации чем занимались работу семья дом а кем работали пау северсталь получается череповец я прописан там череповцы а это большой завод я слышал вас его это кто это один из олигархов русский комик кто как я уже не помню там их два человека то есть бетонщиком плотником и прочее а сколько зарплата было на северостале ну по-разному то есть от зависимости как работаешь каждый день работающие по часам два через два получается ну больше 50 точно больше 50 тысяч до проживали поселки нет в городе в городе в череповце да жена ничем не занималась ребенок да маленький ну она в декрете у меня а должен с какая на какой должен мобилизировали номер расчета номер расчета это что я не знаю ну не знаю кто-то говорит стрелок кто-то говорит помощник пулеметчика кто-то вообще а что в руки дали автомат пока пока такого года девяносто шестого года а вот как мобилизация вообще произошла как мобилизация произошла кого-то с работы забрали на вас говори у меня получается я служил по контракту в шестнадцатом году но я недолго я расторгнул получается на первую жена была старлей полиции старший лейтенант полиции то есть мы хотели в другой город перебраться и решили ну может получится ничего не получилось потому что там потребовали денежку чтобы за место и устроиться деньги попросили коррупция да 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 сколько хотели 700 тысяч 700 тысяч рублей да да чтоб на место ну мы решили у нас таких денег нету и все потом я уволился получается в шестнадцатом году а на контракте сколько платили где-то 30 копеек уволились и уволился устроился в магнит поработал в магните потом в охранах работал в чопах там как говорится по-русскому кидали потом в красно-белом работал в украинском языке тоже это слово есть то же самое значение кидало да потом на массажистов учился массажистом то есть кабинет открывал свой все было хорошо потом развод старлеем полиции был инвестором тоже получается кэшбэри может это интернет торговля кэшбэри пирамида 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 ну то есть свои деньги я выдернул оттуда это слабо назвать инвестором да пирамида то есть все равно выдернул-выдернул хорошо приехал на родину в Омск к матери то есть в деревне ну как в деревенской жизни хозяйства у нас нету там птицы куру это не хозяйство так как бы сказать ну все потом познакомился с дедушкой в Омске пожил работал на нефтезаводе зарплата маленькая получается и решил на вахту уехать на вахту уехал познакомился с другой девушкой семья ребенок ипотека ипотека да квартира ипотеки да 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 на жену взяли ипотеку потому что у меня кредит таких больших не было она взяла на себя как бы сказать у нее кредитная история была да она кем работала ну она на север стали тоже поваром завещала как заведовала шеф повара повара пятого года сейчас познакомились на работе я понял ну и вот пришла мобилизация да как это произошло все ну как повестка пришла да получается с Хантамансийска мне позвонили вообще как бы сказать Евгений Леонидович добрый день я сначала не понял голос на кому услышал да да это я тот человек который брал вас по контракту я говорю чего вы хотите от меня а вы где находитесь далеко нахожусь ну как бы сказать ваш руководитель или работодатель там вам сообщить все значение не придал все как бы сказать а потом мне старший брат позвонил и сказал что в Хантамансийске всех повестки выдают то есть там кипиш идет такое что на капец то есть я был на учете состоял в Хантамансийске в военном округе надо было стать в Череповце ну на учет военный ну я пришел чтобы стать на учет меня поставили на учет и тут же как бы сказать повестку надо то есть я такой в шоке говорю а документы что как и тем более как мы многодетные на себя считаемся вообще не должны были трогать а почему многодетные ну три ребенка а у вас три ребенка да ну не у меня совместный получается ребенка то есть все как бы сказать там говорит разберутся приехали в Мулино получается Международской области комиссии не было то есть проходим там толпа такая жалобы есть нету здоров все все вроде фига себе ну как бы посидим мы думали что вообще сюда за границу не приедем а будем в Белгры либо в Старом Осколе а что говорили вам где будете да никто ничего не говорил все в тайне было как бы сказать до последнего вот например ходим там строевой не занимались а кто-то бухал короче ну капец короче ну сели мы где-то на 16 нас посадили на поезд сначала в одну сторону поехали остановились никто ничего не знает куда мы едем чего мы едем по телефону там смотрим не лагаться куда мы едем кто ничего не говорит кто в другую сторону приехали вылезли утром где мы че хрену знают вообще погрузили на Камазы Урал и поехали куда едем проехали Старый Оскол думаю наверное Новый Оскол проехали тоже и то есть очень понятно а в плен как попали но только коротко очень у нас получается ну вот сцепление я так же понял взяли и то есть уже перед позицией когда нам в оппозицию идти и люди получается со двора ну то есть поднимайте руки то есть получается то что у нас боеприпас с другой стороны вообще были а мы чисто что а перед вами какие задания оставились ну как нам сказал старший лейтенант ну уродный типа что вот наши там позиции были окопы то есть вот твой окоп там ваш твой твой в площади сидеть не наблюдайте ничего не принимайте все ну люди они чистые все стреляли? нет за целый месяц даже не стреляли? нет мы только на полигоне постреляли раз и все я понял для вас это осво или война? я даже не знаю что это вообще происходит вот сейчас для меня это я не понимаю то есть я в политику как бы вообще не лез никогда вот своими глазами я увидел это вообще ну как бы сказать и страшно и тут же не знаю мне жизнь дороже дорого так сказать а вы говорите в политику не лезьте но вы уже часть политики в том что приехали сюда вы не хотели бороться за свои права? например вы говорите что мне должны были подходить под мобилизацию что у вас многодетная семья и так далее ну это там надо было бы все решать а там никто не слышал даже документы не смотрели вот если вот получится дай бог что ну обмен там произойдет я зайду до человека который мне это сказал и все будет по-другому что будете делать? ну то есть заявление на заявление получается это все будет а думаете чего-то добьетесь? ну не знаю но Россия правовая страна или нет? ну зависит какой ты человек мне кажется от человека это зависит как когда? у вас есть образование? среднее среднее да? да специальное? или только школа? школа только школа да? а не думали куда-то идти учиться? после школы? ну как бы сказать я работаю мне проще работать и семья все учиться для меня это ну как бы трудновато будет я лучше работаю руками буду головой как бы говорить ну что бы для меня даже со школы тяжко было не я люблю писать как бы сказать да там я даже пересказать не могу ну то есть я вот на работе там учимся например чему-то да? я пересказать не смогу а вы писать все смогу то есть письменно как есть и много таких вот мобилизированных? я не знаю я за себя говорю за других я ничего не знаю я понял жена что говорила когда шли? плакал что она говорила? а вот я вот вот вы говорите там никто ничего не знал и так далее я иногда мне в ютубе выбрасывает вот там россия там это 24 у вас есть ну то есть ютуб мне подтягивает тематику которой я условно интересуюсь там еще какие-то каналы вот там как провожают мобилизированных там ребята возвращайтесь победы вот это все коллега вот да российская ну это да там в тиктоке даже были такие что ну с флагами там провожают и так далее встречают провожают типа как героя что об этом все думаете? я ничего по поводу этого ничего не думаю вы говорите я политика не интересуюсь да? но вы на выборы ходите? голосуете? я с 18 лет не голосую а почему? с армией почему? а толку то? мне кажется там уже все уже за нас все проставим россия свободная страна? не знаю не знаю не знаю свобода слова есть? я так думаю что нет там свобода слова диктатура? я думаю что да вот смотрите вот вот что вы делаете в Украине? вот вы лично ну мобилизация и так далее это все можно там и человек подневольный вот что вы лично делаете в Украине? вот что русские делают в Украине? не могу сказать ну то есть ну попало я сюда так сказать в плен не в плен что живо здорово и это уже хорошо ну вот понимаете вы много таких мобилизированных да? вот их там там 300 тысяч или полмиллиона и все они сюда приехали вот что они делают? командование вам говорило что вы должны здесь делать? ну как что вообще не объясняли? командование как бы сказать с нами не разговаривает как пушечное мясо вот сказали там сидите сидите и все без команды ничего не делаете вот и все как пушечное мясо как быдло масса да? как бы сказать я понял что да когда приехали получается в поселок я понял что да потому что наши даже командиры наши даже позиции не проверяли здоровый ты не здоровый раций не было вообще экипировка как? экипировка какая? берксы наверное штаны бушлаты вот эти вот каски иногда и бронежилет сколько обещали платить? ну понаслышка там что-то что-то с лишним тысяч а сколько что я даже не знаю я не знаю на что-то вы подписывали какие-то документы оформляли на какие-то карточки? ну да там как бы оформление чтоб куда-то когда перечислялись деньги что и все а какая зарплата что это я даже не знаю какая там зарплата потому что телефоны у нас кто-то брали когда в плен брали то есть симки и симки и не работали что думаете об Украине вообще? я ничего не думаю ну кем для вас украинцы есть? вот были перед мобилизацией я знаю одно что что у меня я у меня два товарища допускать и ну познакомился по контракту допустим жили то есть нормальные пацаны то есть общались и все а сейчас тишина я даже не знаю я ничего и так но они в Украине жили? они получается где-то рядом с Крымом с Севастополь с Севастополь это Крым? ну что думаете о том что Россия забрала Крым? я не знаю что я думаю ну вы же все-таки гражданин Российской Федерации ну я гражданин а кто там что Крым забрал мне как-то а вы например не понимаете что вы вот часть вы говорите я политика не интересуешь но вы часть политики российской и то что вы здесь пребываете это тоже часть российской политики и то что вы попали в плен мобилизированы были и так далее то есть вы как бы руки-ноги российской политики вы лично и вот эти все другие этого понимания нет? россиянам что-то хотите сказать? я россиянам ничего не хочу сказать а украинские? могу только родственнику привет передать родственнику привет? ну как бы да вот разговариваю честно вам скажу я с многими мобилизированными разговаривал но им как-то пофиг да ну они как бы за свою жопу переживают только да вот не смогли сказать нет там да и вот им даже как бы никакой жалости и как бы стыда перед украинцами нету другая страна суверенная да вот много горя русские принесли вот только да вот эти свои долбаные 50 тысяч чтобы зарабатывать да вот там семья дети ну как бы какого-то сознания как бы гражданского нету вообще никого нету признают что живут в диктатуре ну если как там говорят не пошел бы по повеске все где там тюрьма все так далее зачем мне это надо у меня дочка маленькая чтобы она видела что отец за решеткой чтобы где-то что-то там некоторые много не то что некоторые большинство украинцев уже никогда там отцов своих не увидят матерей через русский все вы боитесь там решетки у себя ну то есть как бы лучше идти убивать воевать чем лично за себя я могу сказать что никого лично мы не говорим лично да это не то что лично да вот как бы все понимают что вот не понимают что они здесь делали и так далее но нет не могут сказать у себя в стране да зато в другую страну они заходят без проблем пока в жопу снаряд не прилетает ничего не понимает это какое я не знаю 21 веке то есть приходит понимание когда заходит другую страну в чем эта проблема вы там не могли там сказали например у себя в военкомате слушай чувак вот мне нравится там работа на заводе у меня жена дети все пока зачем это украина ну я же не думал что на украину попаду то есть я вообще не думал что я вообще попаду куда-то либо у меня я бы не прошел бы комиссию по здоровью что со здоровьем со спиной проблемы после аварии получается с дисками и колено правое тоже после аварии ну это тоже например жена что говорила когда вы брали папула да ну я когда пришел с поездка вообще в шоке говорит как так что вот документы все бери иди пришел мне сказали там будет комиссия там разберетесь все мы приехали там здорово здорово тут будет никакой дорогами если не будет ничего пришел штаб получается ну там полканы полканы был майор и капитаны поднес документы кричат говорит мне это свеж и все вот элементарный вопрос ответ хотя можно было бы конечно уехать опять же там опять же в розык попадали и все и что бы было ничего бы не было да может быть ничего не было путина поддерживать путина я за него не голосовал с 18 лет но не голосовал это понятно но поддерживаете или нет вот политику нравится правительство я политику не лезу я ни за кого не хочу там ни за никого я вот на своей терминтальной то есть не трогайте меня еще но политика тронула вас политика тронула как закончила войну как закончить войну а как закончить войну я думаю нужно это когда сообща а как со всеми вообще разговаривать ну вот они считают свой народ быдлом просто мобилизировали вы пашки ну то есть у них как бы живой силы куча у вас так много таких ну вот грубо говоря просто наоборот я наслышал там очень много типа один процент только просто а где элита то это все которые там альфа не альфа это все кто-то говорит уже все их там нет кого нет ну специальное назначение там рот на война войска и почему мобилизованную взяли не в этом вопрос вопросом как закончить войну ну то есть путин хочет продолжать как сообщает я не знаю просто что в россии твои сейчас я не знаю очень что помогало кто-то из вас уговорил если проснуться через сто лет в россии буду делать одно и то же пить и воровать было такое возможно я думаю что там глобально ничего не поменялось может просто хочется чтобы закончить с кем не разговаривать когда это будет все закончится остановите это не идите воевать никто ничего не знает остановите это просто не идите воевать все типа против но если скажут они идут